Девушки отдыхают Внучку выгнали из дома. Кто будет воспитывать правнука? Старенькая бабка? Добрая, но слабоумная тётка, у которой нет своих детей? Или её муж, который, возможно, и является биологическим отцом ребёнка? Узнаем в суде. Столян, вот тебе крест святой. Не пила я больше. Ваша честь, вот и анализ крови у меня есть. Мужчина требует лишить бывшую супругу родительских прав. Из-за её беспробудного пьянства в пожаре погибли трое из шести малышей. Но что думают об этом сами выжившие дети? С кем они хотят остаться? Как я понял, она хочет меня. И знаете, ради того, чтобы не пойти в детдом, если надо с тобой спать, я буду с тобой спать. Но в детдом вернусь. Он неадекватен. Бездетная актриса усыновила мальчика из детского дома. Но когда он подрос, влюбилась в него, как в мужчину. Она сходит с ума от ревности и готова сломать жизнь возлюбленному. Как же теперь им дальше жить? Узнаем в суде. Истец Елена Козельская заявляет иск о вселении и о нечинении препятствий в пользовании жилым помещением. Ответчик Алла Козельская с иском не согласна. Слушается дело Козельской Елены Олеговны с исковыми требованиями о вселении и нечинении препятствий в пользовании жилым помещением. Ответчиком у нас является Козельская Алла Ивановна. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Уважаемый суд, я прошу, чтобы суд обязал ответчика снова зарегистрировать меня в доме бабушки. Чтобы я снова стала членом ее семьи и проживала в этом доме рядом со своим ребенком. Потому что жить мне негде. На данный момент я проживаю у своей подруги. Месяц назад меня бабушка выселила и запретила мне проживать. Другого дома у меня нету. В этом доме я проживала еще с самого рождения уже больше 20 лет. Мои родители уже давно с нами не живут. Вы там были зарегистрированы? Была. У вас сейчас есть регистрация? Нет, она сняла меня с учета. А ваш несовершеннолетний ребенок был зарегистрирован? Да, сейчас на данный момент он зарегистрирован в доме бабушки. А если я так понимаю, то ответчик является единоличным собственником этого дома? Тогда обоснуйте, пожалуйста, почему вас должны дать разрешение опять встать на регистрационный учет? На основании чего? На основании того, что в этом доме проживает мой малолетний ребенок. На данный момент я еще и проживаю у своей подруги, потому что она меня месяц назад выгнала. Естественно. А как ваш сколько ребенку лет? Два года. А материально кто содержит ребенка? Ну, на данный момент, получается, моя бабушка. Как давно длится этот момент? Месяц назад. Месяц там у нас назад. Тогда скажите мне, пожалуйста, причины, по которым бабушка вас выселила. Она считает, что я хожу, пропадаю у своего ребенка. Я своим ребенком не занимаюсь. Где-то пьянствую, гулянствую. И поэтому она не хочет, чтобы... Ну, что я скандалю, и не хочет, чтобы я проживала в этом доме. А я на данный момент сейчас работаю официанткой. Вот у меня есть справки от дохода физических лиц. Я получаю 10 тысяч. И еще пособие на ребенка 3 тысячи. Но мне этого не хватает. А у ребенка папа есть? Нет. Нету. В графе прочерк стоит, свидетельство о рождении. У вас статус матери-одиночки, да? А пособие получается? Получаю 3 тысячи. Сутками не появляется дома. Сутками. По четверо, по пятеро суток. Потому что я работаю. Я официантка. Ты раньше не приходила раньше. А я с ребенком. Раньше, когда? Раньше. Месяц назад ты меня не пускала даже домой. Я все время с ребенком. Либо с ребенком видится. Все время ты с ним. Ты не работала. Посмотрите, пожалуйста. Не работала два года ребенку. Конечно, если не работала, я с ним была. Чеки, пусть посмотрит судья. Я покупала питание. Когда? Сколько раз ты его купила? Одежду покупала. Питание покупала. Питание. Где ты была, когда я вызывала скорую помощь и отправили в больницу? Один раз. Я же звонила тебе. Я была на работу. Я только устроилась. Меня отправили в больницу с ребенком. Потому что я позвонила тебе по телефону. Посмотрите, справку стыдно. Я предупредила, что я не могу. Пожалуйста, попрошу. Мне восьмой десяток. Я лежала в больнице с ребенком. Она шляет и гуляет. Я предупредила тебя. Я ее не пропишу. Никогда не пропишу. Ответчик, скажите, пожалуйста, а вот протокол административного правонарушения. Было. Вот, смотрите, было. Это она когда-то пьяная пришла домой и начала скандалить. И я вызывала милицию. Милиция составила протокол. Это не голословно. Что ты вообще такое говоришь? Ну, я же не придумала. Ты начала придумывать, когда приехала твоя дочка. Вот тогда ты начала. Истец, истец. Извините. Не кричите. Ответчик. Понимаете, сейчас ребенок у вас проживает. Да, он зарегистрирован по этому месту жительства. Он имеет право пользования указанной квартиры. Но он у вас находится на незаконных основаниях. Вы бабушка. Законный представитель истец. У нас родители имеют преимущественное право на воспитание детей. А бабушки, дедушки, братья и сестры, они как бы стоят во второй очереди. Вот сейчас, если это станет известно органом опихи, они ребенка отберут. Отберут. И куда они отдадут? Шалове этой? Нет. Ну, будут помещать в социализированное детское учреждение. Это не лучший выход. Не лучший выход совсем. А лучше, чтобы он был без матери? Нет. Ну, вы-то у нас ангел. Я все думаю. Вот смотрю на вас и думаю, как-то я крыльев сзади вас не вижу. Может быть, с зазрением у меня что-то плохо. Ну, вот вы считаете, что бабушка, она пошла на такую крайнюю меру, только потому, что вот она встала сегодня не с той ноги, что ли? Да потому что она выдумывает раньше, когда мы с ней жили. Да не надо, естественно, послушайте. Я же вам говорю, чем это может закончиться. Вот в этой ситуации, когда ваша бабушка, достаточно немолодая женщина, на свою не очень большую пенсию, вместо того, чтобы тратить на себя, тратит на вашего ребенка, что в этом случае говорят людям? Вот как вы считаете? Что я плохая мать. Нет. Вам, когда пирожные продавщица продает, вы что ей говорите? Спасибо. А здесь вы не считаете нужным сказать спасибо? Считаю. Считаете. А еще что нужным? Вот в этом случае, что вы должны... Извините. Мне кажется, да. Еще мне кажется, что нужно попросить прощения. Есть еще третье волшебное слово. Пожалуйста. Нет. Я постараюсь... Я постараюсь измениться. Измениться. Поэтому суд разъясняет сторонам, что у сторон до момента оглашения решения суда есть возможность заключить мировое соглашение. Это мировое соглашение утверждается определением суда и имеет такую же силу, как решение суда. Я могу только сказать вам процессуально такую возможность. Не знаю, ответчик, вы знаете лучше изца. Но мне кажется, что это попробовать. Да. Да, да. Да. Я прощу ей. Она устроилась на работу. Какие-то денежки зарабатывает. Но у меня еще есть свидетель, дочь моя. Она тоже может много чего рассказать. Нет. Ну, скажет. Ну, хорошо. Уже все. Ну, понятно. Будем заключать мировое соглашение? Я поняла. Будем. Ну, тогда я выслушу вашего свидетеля. Давайте. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетель-ответчика, войдите. Свидетель-ответчика, войдите. Здравствуйте, уважаемые судья. Я дочь Анны Ивановны Миролюбова Елена Владиславовна. А истец вам кто? Это моя племянница. Племянница. Да. Дело в том, что мы переехали жить пять лет назад. Потому что бабушка перестала справляться с внучкой. То есть моя мать. А все было хорошо. Истец, 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 истец. В школе были проблемы. Два года назад. Откуда все эти... Два года назад бабушка, ну, увидела, как Елена лежала в кровати с моим мужем. Когда мы приехали. Что вообще за бред такой? Что делала? Лежала с мужем с моим в кровати. Ты это в своем романе вычитала? Это было два года назад. После чего, когда родился ребенок, мы через какое-то время узнаем, что она беременная. Мы даже не знали, что она беременная. Мы это кто? Вы все время говорите? Я и муж. Я и муж. И муж узнает, что беременная. А муж признался в том, что он состоял в близких отношениях? Муж мне ничего не сказал. И до сих пор ничего не говорит. Ну, в данной ситуации, раз так уже развиваются события, то, конечно, мы будем делать тест ДНК. Потому что ребенок очень сильно похож на мужа. Артем прекрасный ребенок. Она никогда, вот за два года, она с ребенком не сидела. Она его не кормила грудью. Ну, как это в семье сидела? Она не кормила его грудью, потому что она пила. Когда была беременная, она пила и курила. Да что это за глупости такие? Ребенок... Она не знает ни одной болячки своего ребенка, понимаете? Она не знает, какой размер он носит, что он любит, на что у него аллергия. Какие лекарства ему нужны? Она ничего не знает и не хочет знать. Почему бабушка... А вы знаете? Конечно, потому что я живу пять лет, потому что когда перестала она справляться с ней, я приехала, потому что ни мать, ни отца нету. Почему выписали ее? Она пришла месяц назад, пьяная, никакая. Она нагрубила. Я работала месяц назад, как я могла пьяной прийти. Она чуть ли... Она схватила ее за руку, она ее толкнула на кровать. Извините, ей 74 года. Это то, что она не говорит, это не значит, что этого нету. Понимаете? И если ей отдать ребенка, она... Она же даже признается, что она не может его... Ей некуда его взять. Нет, 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 смотрите. Ситуация сейчас заключается в том, что вы не можете не отдать ребенка. У ребенка нет законных оснований, то, что он находится у вас. Мой муж может взять опекунство и подать на ДНК. Тест ДНК. Ну, раз ты считаешь, что он на него похож. И как же ты тогда любишь моего ребенка? Я очень люблю твоего Артема. Я страшно его люблю. Так, естественно... А к мужу как ты тогда относишься? У всех мужчин бывают проблемы. Ваше пояснение. Я считаю, что это клевета. Вот если сейчас ваши тети вместе с вашим дядей пойдут, сделают тест ДНК, обратятся с иском о признании отцовства. Если ваш дядя будет признан отцом ребенка, он будет являться родителем, у него возникают точно такие же права и обязанности, как и у вас. Мы ее не выгоняем. Он будет ставить вопрос о лишении вас родительских прав. Истец, это неизбежно. В этой ситуации я прекрасно понимаю, к чему идет ваша тетя. Я докажу, что я хорошая мать. В этой ситуации суд снимает свое предложение заключения мирового соглашения, поскольку заключение мирового соглашения не будет отвечать интересам сторон. И самое главное, будет затрагивать интересы третьего лица, которым является у нас с вами ребенок. Суд удаляется до принятия решения. Далее в программе. Солян, вот тебе крест святой. Не пила я больше. Ваша честь, ну как и... Ваша честь, вот и анализ крови у меня есть. Трагедией закончился очередной алкогольный угар в семье Макаровых. Трое из шести малышей сгорели в пожаре. Выживших детей хочет забрать отец. Но готов ли он к такой ответственности? Узнаем прямо сейчас. Как я понял, она хочет меня. И знаете, ради того, чтобы не пойти в детдом, если надо с тобой спать, я буду с тобой спать. Но в детдом вернусь. Он неадекватен. Усыновленный подросток готов спать со своей матерью, лишь бы только вновь не оказаться в детском доме. Мальчик уверен, что именно этого и добивается его приемная мать. Как на это отреагирует суд? Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, а также заслушав свидетеля в данном судебном заседании, в заявленных исковых требованиях считает необходимым отказать. Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования, поскольку в соответствии с правилами части 4 статьи 31 ЖК РФ за бывшим членом СИНИ собственника право пользования жилым помещением не сохраняется. В данной ситуации истец и ответчик пояснили суду, что между ними каких-либо семейных отношений не существует. Суд учел, что в данном доме сохраняется право проживания за малолетним ребенком, с учетом тех пояснений, которые дала бабушка, с учетом тех показаний, которые дал свидетель, и с учетом того, что истец не отрицала, что в определенные периоды времени полностью материальное обеспечение и заботу о ребенке несла ее бабушка и тетя, суд исходит из того, что за ребенком осуществляется необходимый надзор и уход, поэтому суд не предоставляет вам возможность пользоваться указанной жилой площадью до достижения ребенком совершеннолетия. Хотя такое право у вас существовало бы, но поскольку существуют конфликтные взаимоотношения, ответчикам были представлены в материалы дела протоколы вашего административного задержания, а за ребенком осуществляется должный уход, суд не находит оснований для предоставления вам такого права, как проживание вместе с малолетним ребенком до достижения ребенком совершеннолетия. При этом суд хотел бы предупредить стороны, что решение решением, но жизнь всегда остается жизнью, поэтому вы можете, мне кажется, между собой договориться, и сможет истец дальше проживать в этом доме, и сможет она проживать в этом доме, но просто поймите, что органы опеки рано или поздно придут. Поэтому вы для того, чтобы, знаете, в вашем конфликте, который существовал, чтобы он не выплеснулся, знаете, как волна, не выплеснул наверх бы ребенка, который вот будет потом камнем преткновения для всех. Мне кажется, что у вас есть такая возможность договориться, а пока истец, суд с вашими заявленными исками и требованиями согласиться не может. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Наконец-то я увижу своего ребенка. Я буду зарабатывать, я буду обеспечивать своего сына, и я всем докажу, что я хорошая мать. Устроилась на работу внучка. Ну, может быть, наладятся отношения в семье. Выписать, прописать я всегда успею. Будьте внимательны. Истец, вы будете в суд в заблуждении? Лучше записывайте. Я вас штрафую, истец, еще на одну тысячу рублей. Если вы забудете, сколько вы должны будете в государстве, запишите. От этого зависит жизнь ваших детей. Мама шипит в пьяном угаре. Ребенок доел последней объедки и рыдает от голода, ваша честь. Судья Елена Дмитриева в новом проекте «Битва за будущее». Ответчик, все. Не рассказывайте мне сказки. Каждый будний день в 14.00 на нашем телеканале. Дядя Саша меня бьет все время. Вы подтверждаете? Нет, мне тут УГУ не надо. Истец Анатолий Горохов подает иск о лишении родительских прав в отношении несовершеннолетних детей. Ответчик Тамара Макарова иск не признает. Уверена, что нет оснований для лишения родительских прав. Слушается дело Горохова Анатолия Дмитриевича с исковыми требованиями у лишения родительских прав Макарова и Тамара Александрова в отношении троих несовершеннолетних детей. Троих несовершеннолетних детей. Так, представитель органов опеки и попечительства. Вы будете давать заключение по существу рассматриваемого спора. Данная категория дел у нас рассматривается с обязательным участием прокурора. У нас представитель прокуратуры присутствует в зале. Благодарю вас, садитесь, пожалуйста. Так, истец, обоснуйте ваши исковые требования, пожалуйста. Ваша честь, я прошу лишить материнских прав свою бывшую супругу. В отношении трех детей, которые чудом выжили при пожаре. Это мои дети, я их отец, и я хочу их забрать себе. Просто трое детей от второго брака пострадали в этом пожаре. Я даже, трудно сказать, они погибли во время этого пожара. У вас с ответчиком был первый брак. Да. И от этого брака ответчиков... У нас трое детей. Да, трое детей. Был потом еще один брак, и там тоже двое детей. Еще трое. Еще трое. В итоге шестеро. Трое из них от второго брака погибли при пожаре, к сожалению. Трое спаслись. Это все трое мои дети. Я хочу взять над ними опеку. Поэтому я прошу лишить материнских прав этого человека. Так, будьте добры, пожалуйста. Мне тогда необходимо свидетельство о расторжении брака с ответчиком и свидетельство о рождении детей через судебную приставу. Передайте, пожалуйста. Да, пожалуйста. А вы считаете, что... С свидетельства о рождении. Есть еще справка о пожаре. Прошу тоже приобщить дело. Да, если можно, да, я посмотрю. Прошу вас. А скажите, пожалуйста, истец, вы считаете, что ответчик виноват в возникшем пожаре? Абсолютно, даже ни капли не сомневаюсь, поскольку все это произошло из-за пьянки, грубо говоря. Из-за того, что она с супругом, со своим нынешним, который сейчас находится в СИЗО, беспробудно пьянствовали. Тамара в этот день быстро напилась, скажем так, и он ее не смог добудиться. Но это, опять же, со слов соседей все это происходило. Лично я не присутствовал, поэтому он ничего лучшего не нашел, этот кретин, прошу прощения за выражение, но он начал поджигать спички и разбрасывать, не знаю, что он хотел этим, разбудить ее или что. Благодаря чему начался пожар, в результате чего трое погибли, трое, благо, остались живы. Так, пожалуйста, я вас слушаю. Ваша честь, я иск отрицаю, за что меня родительских прав лишать. Дети у меня всегда чистые, опрятные, в школу ходят, не прогуливают, учатся хорошо. Вот органы опеки могут это подтвердить. За все время, что дети со мной жили, все с детьми всегда в порядке было. В тот день, да, виновата я, перебрала немного. Да ничего себе немного. У тебя дети сгорели, у тебя дом сгорел, а ты говоришь, немного перебрала. Да ты уж тогда говори конкретно, что ты конкретно перебрала. Я и так на всю жизнь наказана, это крест мой на всю жизнь. Я вообще удивляюсь, как тебе пожизненный срок не дали. Я в СИЗО чуть на себя руки не наложила. Девки меня святые вытащили. Ты что, баба, делаешь, у тебя еще трое детей живы остались. И с тех пор я себе клятву дала, ни капли с того дня больше спиртного в рот не брала. Толян, вот тебе крест святой, не пила я больше. Ваша честь, ну как ей есть. И с кровью у меня есть, нет алкоголя в крови, я перестала пить. И даже встала на учет добровольно к наркологу, чтобы избавиться навсегда от пагубной привычки. Теперь все по-другому будет. Я себе клятву дала, я буду лечиться, все будет по-другому сейчас. Простите, отвечай, а где ваш нынешний супруг? Нынешний супруг СИЗО. Простите, проживать вам негде. То есть если... Что нам выделит, как погорельцам, жилье? Выделит. Скажите, пожалуйста, вот трое детей. Вы же понимаете, что у них неизбежно произошедшее будет ассоциироваться с вами. Ну, они же будут помнить о своих погибших, там, простите, я не знаю, братьях, братьях, сестры. Ну, вы как будете молиться? Ваша честь. Вы как все это... Ну, конечно, Алина большая уже. Она понимает все, она будет корить меня. Я понимаю это. Но детишки-то малые, Никитка да Егорка, я навещала их в приюте. Мне дали повидаться с ними, рвутся к матери. Ваша честь, я могу взять их под собственную опеку, потому что у меня вот скоро дом будет новый. Расширение площади, так скажем. Я их могу под свою опеку взять, и не произойдет такого случая никогда в жизни. Какой нарядный ягенька к нам пришел с домом. Посмотрите. Давайте органы опеки. А вот тут и хотелось. За шесть лет ты ни разу даже детей не навестил. Истец и ответчик. Пожалуйста, органы опеки, я вас слушаю. Благодарю вас, Ваша честь. Органы опеки поддерживают этот иск только частично. Мы предлагаем ограничить мать в родительских правах на полгода. С какой целью? В течение этого полугода мы будем очень пристально за ней наблюдать, точно так же, как и сейчас. Мы знаем, что она сейчас встала на наркологическое лечение. Подождите, органы опеки. Подождите. А полгода дети где будут? В настоящий момент дети находятся в приюте. И вы их предлагаете оставить на полгода в приюте? С ними работают в настоящий момент наши психологи. Они смотрят эту ситуацию со всех сторон. И по их заключению, на настоящий момент, дети очень хотят остаться с матерью. Плюс к тому, после перенесенной такой вот травмы, психологической трагедии такой перенесенной, второго удара, как вот расставание с матерью, это опять же, по заключению психологов, дети не перенесут. Вы узнавали в городской администрации, когда семью ответчика готовы обеспечить жильем? Вы знаете, они дают сроки как раз до полугода, потому что там рядом отстраивается небольшой микрорайон. Вот именно поэтому мы и наставим на сроки полгода. За этот период будет что-то понятное. А вообще, ответчик обращалась с заявлением о том, чтобы ей выделили сейчас жилье? Конечно. Так, а сколько городской администрации дается время для того, чтобы дать ответ? Ну, в среднем где-то, по-моему, 30 дней. 30 дней. Прошу. Они дали уже ответ письменный? Вот мы сейчас ждем как бы со дня на день ответа в настоящий момент. Так, давайте пригласим, будьте добры, пожалуйста, пристав несовершеннолетних, в отношении которых может быть принято решение суда. Несовершеннолетние, войдите. Мама, когда ты заберешь нас отсюда? Скоро, Никитушка, скоро. Так, органы опеки, а третий ребенок у нас? Третий ребенок сейчас немного приболел, поэтому он находится на лечении, пока вы в приюте. Так, представьтесь, пожалуйста. Несовершеннолетняя Алина Горохова, 11 лет. Лопачев Евгений Владимирович. Так, а вам сколько лет? 11. А вам? 10. Так, пожалуйста, кто из вас начнет, скажите мне, пожалуйста. Я. Пожалуйста. Ваша честь, мне очень плохо живется в приюте. Я хочу жить с мамой. Мама говорила, что государство даст нам новое жилье, как погорельцам. И мы будем жить все вместе. Своего папу я очень редко вижу. В приют он даже не приходил. Я не готова жить с дядей, которого я не помню. Дочь, да мне же твоя же мама не давала с тобой видеться. Вы поймите, я же для вас счастья хочу, желаю. У меня дом есть, все нормально будет. У вас не будет таких ситуаций. Вы нуждаться-то ни в чем не будете. Кто будет-то с детьми-то? Мамаша, что ли, твоя? Да найдем время, что-то переживать. Да она себе нового хаппиона шла. Укатила с ним в Мордовию. Дома-то у тебя нет никого. Ты с утра до ночи на работе. Мамаша твоя только личной жизнью занимается. Она даже тебя в интернат сдавала, потому что ты ей личной жизни мешала. Так, 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 ответчик. Ну, у нас сложная ситуация. Поскольку дом сгорел, да, вам сейчас жить негде практически получается. А когда городская администрация даст квартиру или там предоставит новый дом, сложно мне сказать. Я очень надеюсь, что органы опеки будут там тревожить городскую администрацию, чтобы они не забыли о данном своем обещании. Ну, то есть получается, что вы хотите жить с мамой. А где жить-то, скажите? Ну, я рассчитывала то, что государство даст нам новое жилье. Да, безусловно. Но государство прям в сию секунду не может же, правильно? Государство должно где-то найти. И устроится микрорайон, там дом нужно достроить. Либо государство найдет еще вам какой-то дом. Но это же не делается очень быстро. Ну, получается, понимаете как, либо вы остаетесь в приюте пока, ну, потому что по-другому просто жить негде. Либо, может быть, вы рассмотрите вариант на какой-то период времени с папой пожилеть. Конечно, конечно. Я лучше ненадолго останусь в приюте. И потом буду жить с мамой, чем с человеком, которого я даже не помню. Алинка, да... Ну, вот видишь, дети даже не помнят тебя. О чем ты говоришь? Папаша нашелся. Ну, теперь есть возможность чаще видеться, в конце концов. У тебя всегда была такая возможность, каждые выходные. Да, конечно. Ты отказывался. Я уже сказал, что ее муж мне просто не давал с ними видеться, как минимум. Естественно, естественно, не давал. Надо было прийти в органы опеки, написать заявление органы опеки. Пришли в семью, переговорили с ними. Никто тебе ничего не давал. Согласовали бы графиками. У моего мужа трое своих еще детей было. Он только рад был, если бы ты троих забирал своих. Вы тоже, я так понимаю, не планировали дом сжигать с детьми, извините за выражение. Меня что здесь настораживает, что получается, что судебное решение нужно, понимаете, принимать все время исходя из слов «если». Если будет выделено жилье. Если ответчик пойдет работать. Если ответчик избавится от своей зависимости. Ответчик избавится от зависимости. Ответчик работал. Если, 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 если. Мы очень долго обсуждали этот вопрос. Да, как бы взвешивали все «за» и «против». Именно поэтому мы берем вот эти полгода, чтобы еще, как говорится, получить какие-то дополнительные информации. Хорошо, суд удаляется и принятие решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Как я понял, она хочет меня. И знаете, ради того, чтобы не пойти в дедом, если надо с тобой спать, я буду с тобой спать. Но в дедом не вернусь. Он неадекватен. Бездетная актриса усыновила мальчика из детского дома. Но когда он подрос, влюбилась в него, как в мужчину. Она сходит с ума от ревности и готова сломать жизнь возлюбленному. Как же теперь им дальше жить? Узнаем в суде. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования и сам в отражении ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив представителей органов опеки и попечительства с заключением по предмету спора, проверяя процесс с участием прокурора, опросив несовершеннолетних, в отношении которых суд принимает решение, заявленные исковые требования удовлетворяет частично и принимает решение об ограничении ответчика в родительских правах сроком на 6 месяцев. Суд ограничивает ответчика в родительских правах, исходя из того, что сложившаяся жизненная ситуация требует от ответчика принятия соответствующих мер для исправления ситуации, а именно решение вопроса с жилищным проблемой, решение вопроса с заработной платой и изменением в воспитании и развитии детей. Через полгода, если ситуация не изменится, ответчик, я вас предупреждаю, что если через полгода не изменится ситуация, органы опеки, безусловно, будут ставить вопрос о лишении вас родительских прав в отношении детей. А вам, естественно, полгода – это тот срок, который, я думаю, что, ну, вы используете целесообразно, потому что все равно вам нужно как-то налаживать контакт с детьми. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Суд дал мне возможность полгода взаимодействовать с детьми, и я эти полгода сделаю, в общем, все возможное, что от меня зависит, для того, чтобы установить отличную связь с детьми и впоследствии забрать их к себе. За полгода мы справимся, в деревне, в соседний нам дом по-любому дадут, это я все знала, рассчитывала, все будет в порядке у нас. Пить я больше не буду, работа у меня и до этого была, а с отцом родным я никогда видеться не запрещала. Пожалуйста, пусть выполняет свои отцовские обязанности, никто им этого не запрещает, но жить дети будут с матерью. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Сожители – это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнишних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение 300 дней, после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Битва за будущее». Бесплатная юридическая консультация. Ты знаешь, ты знаешь, что ли? По-моему, тебе уже пора в дурку. Чего что за 3 тысячи? Это мне смешно просто. Каждый день с 14 до 15 на нашем телеканале. Истец Ирина Долгова подает иск об отмене усыновления. Ответчик, представитель органов опеки и попечительства, иск не признает. Пожалуйста, Истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, дело в том, что я работаю актрисой, я аниматор. И вот этот мальчик, я его усыновила. Дело в том, что мы когда-то были с нашим коллективом, вот мы работаем на концерте в шефском детском доме. И вот я вышла на сцену, и я вижу этого парня, Степу. Он был еще маленький, ему было 11 лет. И вот вы понимаете, там такие глаза были, вот они на меня смотрели, и я в него влюбилась просто. Я стала приезжать в детский дом, я привозила подарки детям, я разговаривала, гуляла с ним. И через 2 года я его усыновила, собрала документы и усыновила. Ну, мы стали лежать в нашей двухкомнатной квартире. У нас все было хорошо, но Степу, он был очень сложным ребенком. Просто пока он был в детском доме, он стал таким диким зверьком. И мне понадобилось 2 года, чтобы как-то его привести в порядок, чтобы он стал адаптироваться, чтобы он начал нормально общаться с детьми. Я столько в него вложила, Ваша честь, вот вы даже не представляете себя. У нас все было хорошо. 4 месяца назад случилось... Да, вот, у меня все есть. Вот свидетельство и о квартире, и о том, что я об усыновлении, я могу передать вам. И свидетельство о рождении мне тоже, через суде. Да, пожалуйста, конечно. Скажите, пожалуйста, а вы когда проводилось усыновление, вы в браке состояли? Ваша честь, я не состояла в браке. И вам органы опеки разрешили провести усыновление в неполную семью? Разрешили, потому что у меня был хороший доход, у меня есть квартира в Москве, я прописана, и они не нашли никаких. Да, пожалуйста, так что изменилось-то, скажите? Изменилось следующее. 4 месяца назад со мной произошло несчастье очень большое. Мы были тоже с шефским концертом на предприятии, и у меня в сумке нашли наркотики. Это подкинули. Я никакого отношения к наркотикам вообще не имею. И меня посадили в СИЗО. И вот, вы знаете, Ваша честь, я 4 месяца провела в СИЗО, но об этом лучше не вспоминать. Исследователь меня все время пугал, что меня могут посадить на 8 лет. Я очень испугалась. И через адвоката я устроила так, что моя мама... Ну, опеку оформить нельзя, но попечительство. Она оформила попечительство над Степой, потому что я его очень любила, я его и сейчас люблю. Но сейчас я все расскажу, подождите. Короче, она оформила попечительство над Степой и стала приезжать к нему. Но, понимаете, моя мама, она человек пожилой. И она живет в другой квартире. Вот она приехала, у Степы все хорошо, а она уехала. И она не знала, чем она занимается, пока ее нет. Через 4 месяца, слава богу, меня отпустили, с меня сняли это дело. И вот, когда меня отпустили, я приехала домой. Что я там увидела, это невозможно описать словами, это была уже не моя квартира. Это был какой-то вертеп. Степа пригласил туда каких-то своих друзей, алкашей малолетних. Они там пили, гуляли, там девки были везде. Он привел какую-то девку, 18 лет, и сказал, она будет жить здесь, в твоей квартире. Это моя квартира, я не хочу никаких девок здесь. И я ее тоже выгнала. Я сказала, нет, этого не будет. И тогда он на меня так посмотрел, как вот волчонок какой-то малолетний. Он сказал, я тебя убью. Я стала поднимать документы, расспрашивать людей. И я узнала, что, оказывается, его папа, он убийца. Он недавно умер, но он сидел в тюрьме. И он сидел в тюрьме за убийство своей сожительницы. Женщина... Вы все это должны были выяснять до того, как проводили усыновление. У вас есть еще что-то сказать по этому делу? Нет? Пожалуйста, органы опеки. Ваша честь, органы опеки и пепшельцы, которые я представляю, категорически против отменения. Да, доверенность. Передайте, пожалуйста. Дело в том, что Степану 16, почти 17 скоро будет. И если отменят усыновление, его выселят из квартиры, поскольку он круглый сирота, родители умерли, то он вернется в детский дом, а это принесет ему большую психологическую травму. Да я его боюсь, я жизнь не... Истец, истец, истец. Подождите, пожалуйста. Извините, извините, Ваше че. Дело в том, что государство будет обязано предоставить ребенку, как круглому сироте, соответствующие жилищные условия. Конечно. Так что нас больше интересует? Ну, дело в том, что сам Степан тоже не хочет в детский дом. Это, во-первых. Во-вторых, я... Слова истец не подкрепляются никакими документами. Мы обследовали ситуацию. У нас есть заключение. Характеристика из школы. Степан замечательный мальчик, учится хорошо, активно участвует во всех мероприятиях, не замечен ни в каких криминальных разборках. Ваш че... Поэтому мы... Подождите, истец. Он очень хочет остаться с Ириной, он называет ее мамой. Скажите, пожалуйста, представитель органов опеки, может ли суд заставить истца остаться усыновителем? Сложный вопрос. Нет, не сложный. Он имеет только один ответ. Еще раз повторю, может ли суд заставить... Заставить? Нет. Нет. Ну, а мнение ребенка? Давайте его услышим. Я не хочу возвращаться в детдом. Ну, хорошо. А вот поведение, которое ваша мама объясняет, оно как? Ну, так вначале было все хорошо. Вы не представляете, как я был счастлив после того, когда она меня забрала из детдома? Нет, конкретно. Вы что устроили из дома? Все это бред. Она просто меня ревнует ко всем моим девушкам. Бред какой-то. Ну, когда она сидела в СИЗО, я обнаружил фотографию ее бывшего одноклассника. Ее бывшего еще раз поясните. Ее бывшего одноклассника с безответной любовью. То есть одноклассника вашей мамы. Да. Да. И я обнаружил, что мы похожи, как две капли воды. В случае, ты меня не по этому... Да как ты посмел? Не по этому выбирала? В детдоме. Простите, пожалуйста, а что, в 11 лет вы были точной копией вот этой фотографии, что ли? Как это проецировали в ваши 11 лет, что вы на него похожи? Я очень был похож. В 11 лет. Вот на этого взрослого товарища? Ну, она видела, наверное, в детстве. Наверное, видела черты его детства. И что? И сделайте вывод. Хорошо. Но вывод-то сделайте. Вы представили суду фотографию. Сделайте вывод. Смотрите, она каждый раз, каждую девушку мою отшивала. Потом после этого устраивала скандалы всяческие. Потом, когда мне исполнилось 16 лет, я обнаружил, потому что она даже вообще ко мне относится не как к сыну, а как к какому-то мужчине. И вот, представьте, она однажды ходила рядом со мной в сексуальном белье. Ну, это никакие ворот не лезет. А еще, даже один раз, вот представьте, попросила меня потрогать ее за грудь. Ваша честь, это бред. Посмотрите сейчас на выражение представителей органов опеки. Лица посмотрите просто. А-а-а. Подожди, ваши интересы представители органов опеки представляют. Да, открываются новые факты. Что вы говорите? Это неправда. Истец. Я вас слушаю. Пожалуйста, заинтересованная. То есть вы считаете, что через, когда вы повзрослели, истец стал к вам проявлять далеко не материнские чувства? Конечно. Так получается... Как вы тогда собираетесь с ней, с отецом продолжать жизнь, как с матерью? Как вы хотите выстраивать отношения, как между мамой и сыном? Как я понял, она хочет меня. И знаете, ради того, чтобы не пойти в детдом, если надо с тобой спать, я буду с тобой спать. Но в детдом не вернусь. Он неадекватен. Он просто неадекватен. Но я его боюсь. Я просто боюсь его. Я не знаю, что... Что ты меня боишься? Я его боюсь. Девушек моих боишься, что ли? Что ведут меня? Вы слышите, что он говорит? Это неадекватно. Ему 16 лет, он несовершеннолетний. Что будет дальше? Органы опеки. У меня двоякое мнение. Дело в том, что характеристика школьная совершенно другая. Получается, что кто-то врет. Но я не вру. Но у меня есть доказательства совсем обратные. У меня есть документы, что мальчик замечательный. Вы сейчас говорите совершенно другие вещи. Взяли ребенка... Подождите, подождите. Ну, мальчик замечательный. Мальчик вместе с характеристикой. Что сейчас заявил в зале судебного задания? Да. Заявил, как все есть. На самом деле. А кто кулачком тут по столу? Ну и что? Как я могу смириться с такой ситуацией, что у меня... Нет, ну и что, сказали. Вы сейчас помните, что вы произнесли? Да, я помню. Что я буду спать с ней, но в детдом не пойду. Да. То есть получается, что суд... Давайте так, да. Если он соглашается с вашим аргументом, должен изначально утвердить ситуацию в совершении уголовно наказуемого деяния, вступление в половую связь с лицом, не достигшим совершеннолетия. Нормально? Нет. Ну, нормально. Ваша честь, это вообще бред, то, что он говорит. Этого не было. Ой, так. Пока, да, не было. Органы опеки, ваше заключение и два свидетельства о смерти, да, передайте, пожалуйста. Что же... Как ты вообще можешь? Я же с тобой жила... Так, суд удаляется для принятия решения. В следующей программе. Помни, Тонька, когда забор уже не стало, я в машину вляпался. Ну, там я взял краску резку и решил замазать. В день рождения подростки получили в своё распоряжение дачный участок и полную свободу. Мальчишки решили устроить себе взрослую жизнь с выпивкой и сигаретами. А кто оплатит последствия праздника, предстоит разобраться с суду. Отвечу, кусть не несёт дополнительные расходы? Он считает, что он несёт. Я считаю, что нет. Мужчины и женщины развелись, но продолжают жить в одной квартире и заботятся об общем ребёнке. Только теперь в суде приходится считать, сколько любви, заботы и рублей каждый вкладывает в дочь. Дядь Гош, да беги ты от неё! Она же в могилу сойдёт. Да посмотри на неё. Я его люблю. Это муж мой. Смотрите, какой у нас хороший сын. Лёшенька! 70-летний мужчина тряхнул стариной. Женился. Жену и ребёнка муж прописал к себе. Вот только его квартира по договору ренты принадлежит родственнице, которая должна за ним ухаживать. А вот у меня вопрос к органам опеки. А почему вы защищаете его? Вы что, не видите, кто это? Я с ним хотела спать. Похож, где вот этот человек, который у твоего фото, и где ты? Ты вообще кто такой? Где ты нашёл сходство? Вы вообще не похожи. Вы вообще не похожи. Он мужик настоящий был. А ты щенок. Ирина. Я ещё и любила этого. Взяли ребёнка, поигрались и отдали. Вы знаете, когда он был ребёнком, он был ребёнком. Прошу всех садиться. Это ваше упросто. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования САВ, возражение ответчика органов опеки и попечительства по заявленным исковым требованиям, опросив несовершеннолетнего в качестве заинтересованного лица, заявленные исковые требования удовлетворяют и выносят решение об отмене усыновления. Суд передаёт несовершеннолетнего ребёнка на попечение органа опеки и попечительства. Суд отменяет усыновление, потому что фактически истица отказывается от выполнения возложенных на неё обязанностей матери. В данном случае между ИСом и ребёнком не сложились отношения, необходимые для нормального развития и воспитания ребёнка. Со стороны усыновительницы требовалось больше усилий по воспитанию. В данной ситуации суд устанавливает, что вы с воспитанием ребёнка не справились. При таких обстоятельствах суд отменяет усыновление и передаёт мальчика на попечение органов опеки и попечительства, которая займётся вашим устройством. Это совершенно не обязательно, что вы вернётесь в детский дом, поскольку вы достаточно взрослый уже к этому моменту. Органы опеки могут найти вам попечителя соответствующего, поэтому вы как-то так странно себе нарисовали. Поверьте, меньше всего заинтересованы, чтобы вы сейчас попали в детский дом. Ну вот по временной ситуации органам опеки сейчас, поскольку я их предала на ваше попечение, они обязаны сейчас заниматься вашими жилищными условиями, то есть ходить в администрацию, где жильё сироте. Примерно так. Лучше делать это каждый день. И в конце концов, пока будет вам 18 лет, я думаю, что вот это вот движение, оно обязательно чем-то закончится. Вы, когда в зале суда произносите какие-то слова, нужно отдавать себе отчёт в том, что вы говорите. Все слова, сказанные в зале суда, имеют определённые последствия. Истец и ответчик суд огласил о своём решении. Дело закончено. Решение суда. Иск удовлетворить. Вы знаете, я просто счастлива, что мы иск удовлетворили и усыновление отменили, потому что, ну, видимо, не все созданы быть матерью. И хорошо, что я это выяснилась сейчас, и дело не дошло до чего-то страшного. Я рада. Органы опеки подыщутся, плана новых победителей. Надеюсь, более удачных, чем предыдущие. Как так может быть? Доверься человеку, а он тем бросит, как собачонку. Чем отличается битва за будущее от обычного суда? Я предлагаю тогда перестать говорить о любви, давайте поговорим об отцовстве, которое у нас иногда случается и без любви. тем, что здесь решаются судьбы детей. Мы детей в чужие страны не депортируем. Здесь сердце разрывается от боли. Бабочка, я не понимаю, почему ты к мне сейчас так относишься? Что я тебе плохого сделал? Не пытайтесь даже разжалобить меня. Здесь судья Елена Дмитриева защищает детей от безумия родителей. Взыскать 500 тысяч рублей. Да, Крюша, не хватит. Взыскать 500 тысяч рублей. Я ж не могу. Взыскать 500 тысяч рублей. Смотрите, новый проект «Битва за будущее». Но задача матери не только одеть, а будь и накормить. А как я жила все это время? Кто-нибудь знает? Вам за это медаль дать? Каждый будний день с 14 до 15 на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова